Приветствую вас Юлия, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, как преодолеть непринятие позднего брака? Ну, здесь сразу напрашивается несколько моментов. Во-первых, что значит преодолеть? То есть преодоление это для меня выглядит как некое принуждение, как некое заставление себя что-то, ну, к чему-то. Вот, и не совсем понятно на каких основаниях это делать, на каких основаниях себя к чему-то принуждать. Следующий момент, поздний брак. Простите, а какая разница, поздний брак или нет? Ведь у вас появятся отношения ровно тогда, когда они появятся. То есть не раньше, не позже. Здесь же вы, брак, такое впечатление, что пытаетесь подогнать вот какие-то рамки. Вот, здесь же по моим ощущениям вы пытаетесь через брак решить какие-то свои собственные проблемы. Ну, например, страх остаться одной или желание быть такой, как все. Мне сейчас 32 года, нет отношения 10 лет, но понятное дело, что я чувствую себя дефектом. Какое значение для вас имеет возраст? Ну, вот то, что вам 32. Вот. Какое для вас это имеет отношение? Какое значение для вас имеет отношение? Вот. Что вы вкладываете для себя в отношения, что вы вкладываете для себя? Какое значение? Дальше. Какое значение для вас имеет то, что 10 лет у вас нет отношения? Для чего вам отношение? То есть, с чем? С чем связано желание? С чем связана потребность в отношениях? Причем, я здесь не имею в виду очевидные причины. Да? Вот. Я здесь говорю именно о том, зачем отношения нужны вам. Ну, и самое главное, то, что вы их пишите, это, естественно, понятное дело, чувствует себя дефектом. Пишите вы. Вот. Откуда это понятное дело, то есть, как отсутствие отношений связано с тем, что вы дефектны, не совсем понятно. Дело в том, что без отношений вы находитесь по совершенно логичным для себя и совершенно естественным причинам. Вам почему-то нужно быть без взаимодействия с партнером. Зачастую это страх. Вот, например, то, как вы подходите к вопросу брака, к вопросу отношений, говорит о том, что вы чувствуете себя должной. То есть, я должна построить брак, я должна быть в отношениях. Если я, как бы, этим требованиям не соответствую, значит, со мной что-то не так. Ну, и, соответственно, в этом вы не свободны и вы можете подсознательно саботировать любое стремление к серьезным отношениям. Вы можете бояться серьезных отношений. Это, в принципе, вполне нормально и вполне логично. Такая, такая вот ситуация, такой, такой, такой подход, вот, такая позиция. То есть, очень многое зависит от того, как вы относитесь к браку, что он для вас означал. Вот, если его значение велико, то сверх мотивация мешает вам вести себя естественно. Ну, естественным образом. Дальше. Дефект. Да, вот что такое дефект здесь? Не уверен, понимаете ли вы или нет, но получается, что через брак вы пытаетесь решить свою проблему, того, что вы чувствуете себя дефектом. Через брак вы как раз таки пытаетесь решить какие-то свои трудности, но не, что важно, направлены на непосредственно на человека. И по моим предположениям, именно ненаправленность на человека и мешает вам выстраивать серьезные отношения, потому что в том положении, в каком вы находитесь, вы не готовы естественным образом отдавать, а хотите только получать. И это нормально. Абсолютно нормально в вашем положении. Но подходить к данной ситуации, именно подходить к данной ситуации, нужно, что называется, с умом, вот, не торопясь, чтобы не наломать дров, вот, потому что, у вас, вот, например, да, не получается сделать то, чего вы хотите. Ну и, в общем-то, если будете продолжать так себя вести, то и не получится, вероятно. Дальше. Я пытаюсь решить вопрос личной жизни все эти годы безуспешно. Если безуспешно, естественно, разбираться с этим и с азотериками. Почему естественно? Что в этом естественно? Вопрос личной жизни вы пытались решить? Пишите вы. Но что это значит? Что вы пытались решить вопрос личной жизни? Что это означает? Я имею в виду вопрос личной жизни, это вопрос взаимодействия с людьми. И необходимо анализировать то, как вы устраиваете отношения с людьми. С партнерами, потенциальными партнерами для отношений ваших, вот. И совершенно очевидно, что что-то вы делаете не так. В них вероятно, как я и сказал, во основном всего лежит страх. Страх близости. Это наиболее распространенная причина, почему люди не могут как бы построить серьезные отношения. Страх близости, страх брака и так далее. То есть какое-то вот сопротивление перед брачными отношениями. С одной стороны хочется такого рода отношения построить. С другой стороны есть то довольно серьезный страх перед ними, пожалуй. Дальше. Мнение сошлось к браку в 34-35 лет. То есть для вас важен не сам человек, не чувство к нему, а именно брак. Не кажется ли вам такая позиция несколько, как бы так сказать, материалистичной что ли? В какой-то степени игнорирующей ценность вот самого человека. Ведь важно то, что вы хотите для человека, с которым вы в отношениях, а не просто брак с ним. А тут такое ощущение, что есть что-то механическое в вашей потребности вступить в брак. Именно механическое. Вот. В обход, как бы налаживание отношений с мужчинами и так далее. Так что здесь элемент очень важный, вот этот элемент, о котором я говорю. Дальше. Так, мое мнение, это очень поздно и от этих речи идти не может. Опять же. Для чего вам дети нужны? Если вы так хотите, например, детей, то если в 34 года, по вашему мнению, их не родить, то можно всегда взять приемник. Но люди рожают их 40 лет и даже позже. То есть у вас здесь очень, к сожалению, стереотипное мышление. Вот. Которое, ну, не имеет ничего общего с реальностью. К сожалению. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что могу вам, ну, как бы ответить. Да? Дальше. У меня не получается принять такую ситуацию и смысл жить дальше я не вижу. То есть вы хотите сказать, что без перспективы семьи, без перспективы детей у вас нет смысла жить. Я хотел бы вас спросить, а что вы можете, например, дать в таком случае детям, да, и мужу? Если ваша жизнь без брака лишена смысла, если вся ваша направленность на других людей только. Не на реализации себя, своих целей, своих ценностей. Это очень важный момент. Мы здесь говорим именно о том, что вы чувствуете себя неполноценно. Но неполноценный выезд. Не потому, что у вас чего-то нет. Нет брака, нет детей. Поверьте, в дальнейшем эта неполноценность будет мотивировать вас на то, чтобы приносить детей и мужа к тому, чтобы следовать определенной модели поведения. Или данная тенденция увеличит ваши шансы на то, чтобы быть зависимой от того же мужа, например. Если вы будете держаться за брак, например, и бояться его потерять. Все дело в том, что вы не готовы жить для себя. Все дело в том, что у вас нет своей собственной цели. У меня здесь необычно... Что это значит? Характер без особых сложностей. Почему так происходит, толком никто не может объяснить. Не совсем понятно, зачем это объяснять. То есть тут ведь... Ну... Тут не объяснение важно на самом деле. Как мне думается. Не столь важнее объяснение, что с этим делать. Ну и... Ваш... 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 Запрос... Да, он не совсем корректен, на мой взгляд. Потому что... Принимать это, собственно... Не надо. Не надо. Если... Ну, если вам... Что-то не по душе, то... Принимать ничего... Ничего не надо. Можно... Подкорректировать... Как бы... Ситуацию... Таким образом... Вот... Чтобы... Вы находились в гармонии. Вот. Но... Ваша ответственность... Чтобы эту гармонию создать. Понимаете? И... Гармония... Эппл... В первую очередь... Должна быть у вас. Понимаете? Не у... Кого-то. А у вас. Только у вас. Пока... Вы... Будете... Пытаться... Эээ... Решить... Эту проблему... Эээ... Через других людей. Да? Вот. Ситуация, я боюсь... Эээ... Лучше у вас... Не станут. В принципе. Но... Вы можете... Эээ... Со мной... Быть... В данном... Случае... Не... Согласны. Я... Вас... Не принудаю. К тому... Чтобы... Со мной... Соглашаться. Дальше. Эээ... С психологом работала долго. Эээ... Работала долго. Над чем с психологом. Эээ... Какую проблему вы решали с психологом? Какую проблему вы хотели решить с психологом? На что была направлена ваша работа с психологом? Это очень неважный момент, какой был ваш запрос. Понимаете, вопрос не может касаться других людей. То есть вы не можете пройти и сказать, знаете, я хочу замуж. Вот давайте вот меня замуж, значит, вылетим, например. Вы не можете так сказать. Это так не работает. Вы можете разобраться с тем, что мешает вам как бы выстраивать гармоничные отношения. Вот это сделать можно. И даже нужно. Но не более того. Поэтому давайте договоримся, что забыль должен быть адекватным. Дальше. Вы говорите, причин семьи нет. Вы пишете, причин нет и семьи нет. Причины есть. Вы не можете построить отношения. Причины есть. Вопрос, конечно, в том, что это за причины, вне всякого сомнения. Но причины сто процентов есть. Другое дело, хочется ли вам разбираться с этими причинами или нет. Это вот уже вопрос. Но то, что причин есть, я ни капельки не сомневаюсь. Я сомневаюсь только в том, что вы хотите с этим разбираться. Дальше. И комплексы уже сложились, и я прошу помощи под каким углом на все это можно посмотреть. Ну, под углом психотерапии, в принципе, можно на это посмотреть и поработать с вами как раз таки в контексте реализации того, что вас беспокоит. реализация ваших проблем. Вот. Вот под таким углом можно посмотреть на это. Сложно сказать здесь что-то еще, да? Ну, я бы сказал, я бы сказал, что довольно серьезной проблемой является то, что вы достаточно стереотипно. слетило достаточно такое, достаточно много стереотипов, вот, и комплексы, в том числе, вызывают то, что вы не соответствуете тем, нормам, тем требованиям к себе, вот, которые предъявляют. Ну, я бы сказал, что любой человек, оказавшийся во власти стереотипов, да, он, в общем-то, будет испытывать ваши проблемы, потому что стереотипы полностью или совсем не приспособлены к реализации. Поэтому я здесь, вот, надо сказать, абсолютно не удивлен. Самому факту, что вы не можете реализовать и находитесь в такой предстрации. Из-за того, что не получается у вас реализовать то, что вы сами себе установили. Но, тем не менее, здесь нужно именно работать с вашим установком, в том, что касается того же брака, в том, что касается тех же отношений с мужчинами, тем, что касается вашей направленности и так далее. То есть, вот за всеми этими вещами нужно работать. И если, если, если это всё сделать, то проблема ваша будет решена. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok